Всем добрый вечер и добро пожаловать на первое занятие нашего курса по Capture One. И для начала давайте познакомимся. Я Александр Свет, я здесь в Москве, а я вам пока расскажу, как у нас проходят вообще занятия. Ну, во-первых, я думаю, вы знаете, что у нас будет 8 занятий на курсе. Из них 6 это такие лекционно-теоретические, а 2 последних это исключительно практика обработки. При этом, как я позже вам еще расскажу, на будущих занятиях вы сможете и свои работы прислать. Я покажу обработку ваших фотографий прямо у нас на занятии в Capture One. Буду обрабатывать. Собственно, что еще? Давайте сразу-таки ключевые моменты сейчас разберем. Вот с этим такой самой тягомотной частью разделаемся и перейдем непосредственно к Capture One. Значит, во-первых, занятия у нас все проходят в онлайне. Я прямо здесь, тут сижу. При этом занятия все записываются. Запись становится доступна сразу после окончания занятия. И, соответственно, вы можете в любой момент ее смотреть. Запись вам доступна в течение всего курса и 2 недель после него. Кроме этого, у нас на курсе есть разные интересные штуки. Вот если вы зайдете сюда открыть все ресурсы, вы найдете, во-первых, различные дополнительные материалы. Это просто материалы для вашей практики. Например, уже ко второму занятию есть материалы, к третьему занятию, к пятому занятию. То есть, вот это у нас все есть. Также есть конспекты. Конспекты доступны вам вообще всегда. То есть, все, вот вы записались, попали в группу, все, конспекты вам будут доступны. Причем конспекты периодически обновляются. И как раз в ближайшем будущем я планирую такое массивное обновление вообще всех конспектов. Ну, в любом случае, вы можете зайти, почитать. Вот сегодня у нас тема, да, такая-то базовая работа с Капчуан. Вот тут вы тоже найдете массу всего интересного. А также полезные ссылочки, например, на скачивание Капчуана, актуальные скидки на Капчуан. И ссылочки на скачивание бесплатных стилей для Капчуана. Кроме этого, у нас на курсе есть такая вещь, как домашние работы. У домашних работ есть две цели. Это, во-первых, тренировка. Это, на самом деле, очень важная вещь. Потому что, знаете, когда что-то делаешь и думаешь, ну ладно, вроде все понятно. Надо попробовать на практике. И вот домашние работы, они как раз вам и дают ту самую практику. Второй момент, ради чего нужны домашние работы. Это, чтобы получить сертификат. Если вы набираете больше 75% и по теоретическим, и по практическим домашним заданиям, вы получаете сертификат. Практика показывает, что все, кто действительно старается, в итоге получают сертификат. Поэтому, если вы хотите получить сертификат, то обязательно вам нужно выполнять домашние работы. Домашние работы бывают теоретические. Это вот такие тесты после каждого занятия. После первых шести. Занятий вы проходите тест. Я обязательно в конце каждого занятия еще буду вам рассказывать про эти тесты и про другие задания. И практические занятия тоже по обработке есть. Они начинаются со второго занятия. Потому что сегодня у нас совсем такая вступительная часть. Что важно еще сказать про домашние работы. Дело в том, что у Capture One существует три версии. Это программа. Существует версия такая общая. Capture One Pro. Которую используют обычно фотографы на Nikon, на Canon. Или на Pentax, например. Или на Olympus. Есть версия для владельцев камер Sony. И недавно, буквально несколько месяцев назад, вышла версия для владельцев камер Fuji. Версия для владельцев камер Sony вышла уже, если мне память не изменяет, года три назад. И, конечно, у меня было время к этому подготовиться. И поэтому на курсе все материалы есть для обычной Capture One и для Sony. И, соответственно, домашние работы тоже они есть для... Ну, как потом вы увидите, они практически домашняя работа. Они будут... Файлы будут и там Nikon'овские файлы. То есть, которые для обычного Capture One. И для Sony. Но, если у вас Fuji камера, у вас обычная... И у вас версия Capture One Fujifilm. Пока вы... Я, к сожалению, не могу предоставить такой объем Fuji файлов, чтобы... Ну, вы могли выполнять такого же уровня задания. Просто потому, что, ну, за несколько месяцев я не смог это снимать. А камера Fuji вот у меня появилась только когда... Вот началось это сотрудничество. И, собственно, Fuji мне прислали и камеру, и объективы. И я уже начал снимать. Но пока... Пока файлов этих не будет. Поэтому, если у вас Fuji камера, вы, пожалуйста, используйте обычную версию Capture One Pro. У нее, благо, трейл-период 30 дней. То есть, вам должно точно хватить на курс. Что еще интересного есть? Во-первых, значит, если вы хотите задать вопрос. Вопрос вы можете задать, собственно, здесь, прямо на занятии. У нас вот тут в личном кабинете есть раздел «Вопросы». Да, и, соответственно, тут вы можете как раз задавать вопросы. А также у нас, если вы, например, смотрите в записи или между занятиями у вас появилось желание задать какой-то вопрос, то, соответственно, вы также можете без проблем написать мне тут вопрос. Это лично вопрос придет мне. Я вам или отвечу письменно, или расскажу на следующем занятии. А если вы хотите просто пообщаться, познакомиться, пожалуйста, добро пожаловать в раздел «Общение». Здесь, собственно, можно общаться. Если когда-нибудь в будущем вы захотите пройти, повторить обучение, то, собственно, вот тут это можно сделать. Все, вроде самую такую скучную пилюлю мы проглотили. Теперь давайте еще пару моментов, и все, переходим в Capture One. Первый момент. Я вот упомянул тут версии Sony, Fujifilm, Capture One. Прямо сейчас, прямо сегодня на них началась большая акция. Вы можете, сейчас я вот ссылочку вам кину. Вот вы можете перейти по этой ссылке. И увидеть, что сейчас идет 50% скидка на все версии Capture One Pro Fujifilm. То есть, там скидка до, выходит вот максимальной комплектации до 366 долларов скидка. И на все версии такие же Sony. То есть, вот сейчас, насколько я знаю, это будет идти вот в марте, эта акция. Просто заходите и покупайте, собственно, с прекрасной скидкой. Поэтому под вашу группу прямо вот вам такой подарок сделали. И как раз отвечу на вопрос. Виталий спрашивает, а что значит вечная лицензия Capture One? Ну, смотрите, у Capture One есть два типа лицензий. Это perpetual license, да, то есть, это как бы вечная или постоянная лицензия. Например, вот она. Это лицензия, которая всегда ваша. То есть, она никогда не перестанет быть вашей. Вот вы купили Capture One 12, и она ваша. Все, вы можете хоть всю жизнь с ней работать. Другое дело, что если, например, в какой-то момент ваша камера новая, камера перестанет поддерживаться, не будет поддерживаться 12 версии, вам, конечно, нужно будет купить обновление. Или, если вы захотите новые инструменты, вам тоже нужно будет купить обновление. Но при этом в долгосрочной перспективе постоянно лицензия выгоднее. Она там через несколько лет начинает вам уже существенно экономить деньги. И плюс обновляться не обязательно, еще раз повторюсь. То есть, вы можете... Я там знаю людей, кто до сих пор работает с Capture One 8 и 9, потому что у них просто есть лицензии, они их не обновляют. А подписка это когда вы, собственно, подписываетесь и каждый месяц платите, или раз в год платите за весь год, например. Вот. И последний момент. Значит, я провожу занятия на английской версии Capture One. Я стараюсь озвучивать русские варианты инструментов, но это просто такая моя некая жизненная позиция. Я считаю, что профессиональный софт, а Capture One это профессиональный софт, вы должны его изучать на английском языке, потому что, поверьте, в будущем вы мне скажете спасибо. Это не связано ни с тем, что я там не люблю русскую локализацию, хотя я ее не люблю, потому что русский язык немножко сложный для таких технических терминов. Но вот, например, два года подряд я проходил сертификацию в Италии. Там точно такая же история. То же самое. Итальянцы используют Capture One на итальянском, и в результате они не могут нормально общаться с фотографами из других стран или, например, тренеры, которые приезжают из Англии, тренера по Capture One. Потому что они даже видят вот этот интерфейс на итальянском, они вообще ничего не понимают в нем. Поэтому мой вам совет, лучше сразу вот сейчас, с ровным стартом начать и сразу изучать английскую версию. Но, конечно, если вам удобнее русское, я буду стараться дублировать русские названия инструментов. И еще один момент, в этом есть тоже, про это есть в конспектах, но на всякий случай я тоже дам ссылочку сейчас в чат. Это о том, как включить английскую версию. Вот, как раз меня Никита про это спрашивает. Вот я вот сейчас вам в чате кинул ссылочку, мою статью про это. В Windows там все элементарно, просто в настройках делается на Mac, и все несколько посложнее, потому что это Mac, там есть своя специфика. Вот, ну и последнее еще скажу, что я работаю как раз на Mac. Mac и Windows версия немножечко отличаются, но просто практически не отличаются. Там есть пара вещей, я вам скажу, чем они отличаются. Но в целом они полностью идентичны. Давайте начинать. Смотрите, первая часть нашего сегодняшнего занятия, она такая будет вводная, ознакомительная. А потом, после 10-минутного перерыва, когда мы так немножко переведем дух, нам нужно будет проглотить самую сложную, самую такую скучную пилюлю. Это будет вторая часть занятия, будет полностью посвящена работе с файлами. То есть организация работы с файлами. Это просто очень важный фундамент, который вам нужно сейчас взять, построить. И сверху него мы уже будем настраивать все остальное. Мы будем настраивать понимание работы в целом программы, как она работает с цветом, с экспозицией, конкретные инструменты. И все вот это, как вот такой небоскреб, мы выстроим обязательно. Поверьте, я этот курс веду уже несколько лет, больше даже 4 или 5 лет я его веду. И к концу курса вы будете все понимать про Capture One. Но очень важно это делать вот так постепенно. И сегодня первое занятие мы строим фундамент. На следующем занятии мы уже, например, начнем говорить про съемку в компьютер. На третьем занятии мы уже будем говорить про слои. А потом пойдет экспозиция, цвет и вообще там полетит все. Но вот сейчас важно выстроить основу. Но давайте для начала посмотрим вообще на интерфейс программы. Что мы вообще видим? Видим мы... Давайте я сейчас вот скину Workspace Default. Я сейчас приведу интерфейс к такому виду, который видит большинство из вас, когда первый раз запускает программу. Вот так, собственно, Capture One выглядит по умолчанию. И у Capture One есть 4 зоны. Первая зона – это зона просмотра изображения. Потом есть зона браузера, где вы можете переключаться между фотографиями, где вы можете их просматривать. Третья зона – это зона с инструментами. И, кстати, во многом наши занятия будут идти примерно так, как вот здесь эти вкладочки находятся. То есть, вот первая вкладочка здесь – различные инструменты для работы с файлами. И вот как раз у нас первое занятие будет во многом именно про это. Следующая вкладочка – это съемка в компьютер. На следующем занятии мы про это поговорим. Потом у нас будет и борьба с оптическими дефектами, цвет, экспозиция, работа с деталями, и стили пресеты, информация о файле ключевых словах. Тоже все это будем вот так изучать. И в конце – это две последние вкладочки, связанные с экспортом уже в финальные форматы. Шпаги и тифы. Ну и, наконец, четвертая рабочая зона – это вот эта верхняя часть. Здесь находятся инструменты такого быстрого доступа. То есть, чтобы, например, быстро включить кадрирование. Сделать кадрирование. Или отключить кадрирование. Или, например, начать рисовать слои. Скажем. Всякие вот такие штуки. Ну, давайте на каждую зону посмотрим поподробнее. Потому что везде есть очень разные интересные нюансы. И начнем с, собственно, вот этой главной зоны просмотра, с которой вы будете проводить много времени. Сразу скажу, что вы можете полностью настроить интерфейс Копчан по себе. И чуть позже покажу, как. Но даже если говорить не только о настройке, вы можете легко скрывать любые области. То есть, заходим в меню «View». И, например, вы можете, скажем, выбрать... Например, показывают ли вам инструменты. Tools. Это Command-T или Ctrl-T на Windows. Горячая клавиша. То есть, вот так. Оп. Так вы можете отключать. Или Command-B. Это вы будете скрывать браузер. То есть, вот так легко вы можете скрывать любую область, если вам это нужно. Значит, в главной области, собственно, происходит самое главное. Происходит просмотр фотографии. Вы можете зумировать картинку колесиком мыши или вот этим верхним ползунком. При этом есть разные удобные штуки. Например, правый щелчок мыши вызывает вот такое окошко навигации. По-моему, на Windows сейчас, в Копчан 12, это пробел вызывает такое окошко, если я ничего не путаю. И это очень... Вы можете легко вот так, собственно, попрыгать по вашему кадру. Также есть несколько важных и очень удобных инструментов, которые вы будете использовать именно для просмотра фотографии. Во-первых, есть такой инструмент, который называется Loop. Вот он вот тут находится. Кстати, чтобы вызвать вот это меню выпадающее, вам нужно просто зажать левую кнопку мыши. То есть, вы просто ее зажимаете, и у вас выпадающее меню появляется. По умолчанию это горячая клавиша P. И что это такое? Это инструмент, который показывает выбранную область кадра на стопроцентном зуме. Ну, или вы можете вот тут регулировать, какой именно зум вы хотите здесь поставить. Что интересно, Loop работает не только для выбранной фотографии, а вообще любого кадра. То есть, например, если вы хотите быстренько вот тут на цветочки посмотреть, просто вы берете и смотрите, как у вас тут с цветами. Или с кошкой, например. Или, например, вот с этими пейзажами. Вот вы смотрите, как у вас здесь обстоят дела с резкостью. То есть, лупа – это такой очень удобный инструмент, чтобы легко и просто быстренько вот так оценить, насколько у вас все в порядке с резкостью на вашей фотографии. Кроме этого, есть еще один удобный инструмент для отбора фотографий, который вы можете использовать. Например, когда вы выбираете кадр, вот если вы зажмете Shift и, например, вот так кликните, у вас выберется несколько фотографий. И вот тут происходит такой ключевой момент для понимания работы вообще с файлами в Capture One. Смотрите, я могу выбрать несколько фотографий. Я могу это делать с зажатым Shift, я могу это делать просто зажимая вот так Command или Ctrl на Windows, соответственно. Но обратите внимание, что выделены все фотографии, а видим мы только тот кадр, который вот такой белой толстой рамочкой выделен. Это очень важно. Это называется Primary Variant, то есть, как бы основной вариант. И вы можете включить режим, в котором вам будут показываться все выбранные фотографии. Ну, на самом деле, там не все, там ограничения полтора десятка где-то фотографий. Ну, в общем, суть в том, что вам будут показываться выбранные кадры. Он находится вот тут, этот режим. Вы его включаете. Тоггл. Он называется Toggle Primary и Multi View. То есть, как бы переключение между режимом просмотром одного кадра и нескольких. И, соответственно, если у вас этот режим включен, то вы всегда видите все те кадры, которые у вас выделены. Это тоже, на самом деле, очень удобно. Например, когда вам нужно сравнить два каких-нибудь кадра. Скажем, у вас есть две фотографии. И вот вы не знаете, какая из них вам больше нравится. И вот самое интересное, что когда у вас выделены два кадра, вы можете зажать Shift и ваши действия по их просмотру будут синхронизированы. То есть, я вот сейчас зажимаю Shift и вот так просто синхронно просматриваю фотографии. Смотрю, как у меня здесь с резкостью. Отдаляю, зуммирую. И вот так я, собственно, смотрю. Вы можете также выбрать хоть сколько угодно кадров. И также все действия. Пока у вас зажат Shift, все действия будут синхронизированы с зуммированием. То есть, например, я сейчас отжал Shift. Все. И теперь я просто поодиночку могу одну фотографию вот так посмотреть, другую, третью. А когда Shift снова нажимаю, то все. Действие тут же автоматически синхронизуется. Это очень удобно, если вы выбираете, например, похожие какие-нибудь там портреты. Ну и, соответственно, если вы эту опцию отключаете, то сколько бы вы кадров не выбрали, у вас всегда будет показан только тот вариант, у которого вот такая белая жирная рамочка на ваших фотографиях. При этом есть еще одна удобная штука, если уж мы говорим про такой отбор фотографий. Это правый щелчок мыши по кадру. И можно выбрать режим, который называется Set as Compared. То есть, выбрать как вариант для сравнения. Вы это нажимаете. Один кадр у нас помещается с желтой, даже оранжевой рамочкой. И если вы теперь включите режим Multi View, то какие бы вы кадры не выбрали, вы всегда будете видеть и вот этот оранжевый вариант. Это просто удобно, когда вы можете просто так переключаться по любым фотографиям и всегда сравнивать их с каким-то одним кадром. Плюс правило шифта зажатого здесь также прекрасно работает. Вы тоже можете чудесно здесь все синхронизировать. И также просматривать кадры очень удобно. Если вы хотите отменить это выделение, то опять-таки правый щелчок Clear Compare. То есть, удалить вариант, очистить вариант для сравнения. И сразу скажу, что все эти действия можно делать с горячих клавиш. И я бы сказал, нужно делать с горячих клавиш. Но просто я буду на курсе минимально использовать горячие клавиши, чтобы вы вообще понимали, а что у нас происходит. Потому что иначе незнакомая программа, незнакомый интерфейс. Я еще буду использовать горячие клавиши. Все будет очень сложно. Но в Capge One нужно использовать горячие клавиши, когда вы будете уже работать профессионально. И Никита, кстати, вот тут спрашивает, с фотошопом команды похожи? Да, они в целом похожи. Ну, некоторые, конечно, отличаются. Но общая логика похожа. Например, там в фотошопе кнопка Alt, она меняет действие многих инструментов. Вот тут то же самое. Например, там, сейчас скажем, возьмем, если... Например, если возьмем, там, добавить, да, такой Color Readout, цветовой замер, то зажимая Alt мы их убираем. Ну, в фотошопе такая же логика. Плюс в Capge One можно практически все горячие клавиши настроить под себя. Тоже вам покажу, как это делается. И, соответственно, вы можете под свою привычную фотошоповскую раскладку это все сделать. Что еще нужно сказать про вот это основное окно просмотра? Ну, во-первых, здесь есть такой режим, который называется Proof Margin. То есть, это такой режим, когда у вас появляется такая свободная область. Для чего это нужно? Раньше это использовалось. В старых версиях Capge One использовалось, чтобы просто увидеть фотографию размером меньше. Вот тут мы можем, если зайдем на настройки, мы можем еще регулировать, какой у нас будет отступ. Но в актуальных версиях Capge One, в принципе, это... Есть только один смысл в этом режиме, чтобы, например, взять и какой-нибудь инструмент расположить в этой свободной области. Но это такая штука на любителя. Плюс здесь же у нас есть доступ к слоям. Можем прямо отсюда создавать слои и выбирать, какой слой создать. То есть, такой быстрый инструмент для создания слоев. Хотя, опять-таки, это все проще и быстрее делать горячими клавишами. Следующая область, это у нас, собственно, правый браузер, который по умолчанию находится справа. Это браузер фотографий. У него есть несколько, точнее, три режима работы. Вы можете увидеть фотографии просто такими превьюшками. И можете их менять размер. То есть, они меньше, больше становились. Также вы можете видеть фотографии в виде ленты. Но в виде ленты, пожалуй, на мой взгляд, актуальнее, когда у вас снизу расположен браузер. Потом тоже вам покажу. Или можно, например, фотографии списочком просто показывать. Это удобно, когда, например, вам хочется видеть побольше информации о ваших кадрах. Например, фокусное расстояние, выдержку, диафрагму. Зажав левую кнопку мыши, вы можете спокойно вот так перетаскивать эти столбцы. И вот, по-моему, на Windows до сих пор это не сделали. Я уточняю, по-моему, потому что у меня в Windows нет. Я очень много лет не работаю с Windows. Но, насколько я знаю, по-моему, на Windows, к сожалению, пока нельзя это перетаскивать. Это одно из тех немногих различий, которые есть между Windows и Mac версиями. Чем удобен режим вот такого просмотра? Тем, что вы можете, например, быстро делать сортировку по имени, по рейтингу. Например, по диафрагме. И вот так легко сортировать ваши файлы. Размер превьюшек тоже можно выставлять разный. Плюс сортировка также регулируется вот тут. Сорт, например, по рейтингу. Рейтинги – такая довольно классическая история, когда вы можете кликать или вот тут на звездочки, или циферки. Один, два, три, четыре, пять. И, собственно, вставлять рейтинги. Также кому-то удобнее цветные метки. В Капчуан они также есть. Вы можете, например, или... Давайте так перенесем столбец вот сюда. Или кликать по вот этому квадратику и выбирать метку. Или можно на клавиатуре. Плюсик – это зеленое. Минус – это красное. Желтое – это звездочка. Опять-таки, все это можно настроить. То есть, сети и горячие клавиши вы можете найти там... Если вы пришли с Lightroom, и вам привычнее, например, цветные метки выставлять цифрами, пожалуйста, без проблем, вы можете это изменить. Это тоже касается вот этого правого браузера. Теперь давайте про инструменты. Я вам в целом уже такую небольшую экскурсию дал. Что у нас все инструменты примерно идут, как у нас будут с вами идти занятия. И мы изучим все инструменты, которые здесь находятся. Не переживайте. Все-все-все узнаете. Если говорить про верхнее меню. Что здесь важно упомянуть? В целом, мы будем часто к нему, этому верхнему меню, еще возвращаться. Потому что о многих инструментах нет особого смысла говорить. Например, да, вы можете вот тут быстро включать слои. Но давайте сначала про слои тогда поговорим. Это будет на третьем занятии. То есть, по сути, верхнее меню – это такой быстрый доступ к инструментам, о которых мы обязательно поговорим в течение курса. Но есть несколько таких важных вещей, которые лучше уже узнать прямо сейчас. И которые вам очень пригодятся. Самое важное, пожалуй, из них – это вот эта иконочка, где расположены такие листочки или карточки друг за дружкой. Этот режим называется «Toggle between Edit Primary and Edit Selected Variant». То есть, это переключаться между режимом редактирования только primary варианта, то есть, варианта основного, который вот этой белой рамочкой выделен, и всеми выделенными кадрами. Что это означает? Если у вас режим этот включен, то программа будет работать в принципе так, как вы интуитивно это ожидаете. Например, вы можете взять и сделать какую-нибудь обработку. Давайте я сделаю, например, вот такую сделаю обработку. Выделю группу фотографий, допустим, и применю эту настройку. Сначала скопирую, потом применю. И, собственно, происходит то, что вы интуитивно ждете. Но, если вы выключите эту настройку, то происходит интересная вещь. Применяться настройки, а также конвертироваться и многие другие действия начинают происходить только с тем файлом, который вот такой белой рамочкой выделен. То есть, например, вот я сейчас нажимаю, и видите, только с одним файлом это происходит. С тем файлом, который выделен белой рамочкой. Поэтому мой вам совет. Включите эту опцию. Потому что тогда программа будет себя вести так, как, скорее всего, вы от нее ожидаете. И более того, у меня есть там разные знакомые, очень хорошие профессиональные фотографы, которые уже много лет работают в Капчуан. Даже они иногда немножко забывают про эту опцию. На всякий случай ее можно и вот тут переключать. В разделе Image. Edit all selected variants. Что еще хочется сказать про верхнее меню и вообще про довольно базовые вещи? Во-первых, есть такая вещь, как сброс обработки и возвращение определенного количества шагов обработки. Например, вы сделали какую-нибудь обработку. Например, вот так, вот так. Сделали какую-либо обработку. И, во-первых, вот тут у вас наверху есть шаги undo. То есть, на шаг назад вернуться. Еще на шаг. Вы можете порядка где-то двух десятков шагов возвращаться назад. И redo. То есть, идти назад к отмененным действиям. Конечно, опять-таки, это удобнее делать горячими клавишами. Command Z или Control Z. На Windows вы можете вот так шаг, 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 шаг. Вот я уже возвращаюсь, 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 возвращаюсь к тому, что я делал. При этом, если вы хотите, например, сбросить, в принципе, всю обработку на вашей фотографии, это проще всего просто нажать Command R или Control R или вот эту кнопочку вот тут наверху. Вы ее нажимаете, и, собственно, обработка сбрасывается. При этом у этой кнопочки есть такое интересное свойство. Иногда вам нужно не сбросить всю обработку, а просто посмотреть на кадр без обработки, временно. Для этого вы зажимаете Alt и нажимаете эту кнопочку. Все, и вы тут же видите кадр без обработки. Как только вы кнопку мыши отпускаете, то обработка возвращается. Например, вы сделали очень яркую картинку, и думаете, не переборщил ли я? Включаете Alt и смотрите, переборщил. То есть, примерно такая история. Как еще можно посмотреть, как картинка выглядит без какого-либо инструмента? Ну, например, конкретно если говорить про экспозицию, у любого инструмента тоже есть вот эта кнопочка Reset. Если ее один раз нажать, то это скидывается, настройки этого инструмента. Если нажать с кнопкой Alt, то только этот инструмент временно сбросится. А при этом, также, если вы нажимаете на название любого ползунка, то вы тоже временно отменяете его действие. Да, то есть, вот так, в принципе, у нас очень много вариантов, как вы можете отменить действие, как вы можете сбросить всю обработку, да, и, соответственно, вот так, в принципе, довольно легко. По ходу курса я буду вам еще всякие мелочи интересные рассказывать, потому что давайте не будем сразу прям там зарываться, но вот по ходу курса к тому, что вот я сейчас рассказал, я вам еще буду много мелочей добавлять. Пока давайте вот на этом остановимся по вот таким вещам базовым. Из верхнего меню есть еще парочка интересных вещей. Во-первых, есть Exposure Warnings, да, то есть, как бы предупреждение о пересветах или недосветах. При этом, если вы зайдете в настройки, в раздел Exposure, вот тут вы можете выбрать, включать вам предупреждение о недосветах или только о пересветах. Оно будет всегда работать. И также вы можете выставить значения, которые будут считаться пересветом или недосветом. И, собственно, тут все работает очень просто. Если вы были, например, на курсе у Андрея Журавлева, вы примерно понимаете, что, скажем, пересветы лучше, чтобы вас предупреждали, когда 250 или 245. То есть, не 255, а лучше заранее, чтобы вас об этом предупреждали. И то же самое о тенях, там, 5 или 10 поставить. И все, вот если вы это выставили, давайте теперь сейчас сделаем какие-нибудь... Вот нам тут же программа сообщает, что у меня появляются пересветы, недосветы. Также здесь есть еще такая опция, как Green and Guides, то есть, направляющие. Это чисто визуальный инструмент. Например, если вы под какую-то цель делаете вашу фотографию. Например, вы понимаете, что вот такая у вас будет какая-нибудь обложка, что у вас вот тут будет какая-нибудь надпись, вот тут тоже что-нибудь будет. И вот так примерно вы прикидываете. Также вы можете в раздел Вид зайти. Во-первых, тут можно включать и отключать эти направляющие, Green and Guides. И можете их кастомизировать. Например, добавить еще одну горизонтальную направляющую. Она не остается после конвертации. Это чисто такой визуальный инструмент. Кроме этого, давайте уже сейчас немножко так чуточку копнем в кастомизацию интерфейса. Кликнем правой кнопкой мыши, выберем Customize Toolbar, то есть, кастомизировать, настроить верхнюю вот эту панель инструментов. И я сюда перенесу такую кнопочку, которой по умолчанию ее просто нету, но в принципе имеет смысл ее поставить. Она называется Focus Mask. Маска фокуса. Вот когда вы ее нажимаете, вы, соответственно, видите всю фотографию зеленой. Не пугайтесь, это вам просто программа показывает примерные области резкости. То есть, где у вас реально самый хороший фокус на фотографии, вот он вам примерно это и показывает. То есть, тоже для такого быстрого отбора это довольно удобный инструмент. Собственно, мы посмотрели на такую общую вещь, то есть, на общую программу, как она в принципе вообще выглядит. В очень общих чертах, как она функционирует. Вот, теперь давайте я вам покажу, как это можно настроить под себя. При этом я вам рекомендую начать действительно полностью ее настраивать под себя, наверное, после нашего курса, когда вы в принципе освоитесь во всем инструментарии. То есть, когда вы будете понимать, что вот это нужно для вот этого. Если я хочу работать с поканальными кривыми, я использую такие инструменты, мне там удобно делать это вот так-то. То есть, если я работаю с тоном кожи, я это делаю вот этим инструментом. И, соответственно, когда вы вот это все поймете, тогда вы сможете по себя хорошо настроить. А настроить в Capge One можно практически все. Начнем с того, что вы можете изменить положение всех зон интерфейса. Например, зайти в режим View и выбрать, у вас тут есть там Toolbar, Viewer, то есть там панель инструментов, просмотрщик, браузер, собственно, где вы смотрите фотографии. И это все можно изменить. Например, можно, скажем, Tools, инструменты. Customize Tools. Настроить инструменты. Place Right. Поместить справа. Все. У вас инструменты справа. Кстати, вот, в принципе, на курсе вы будете всегда видеть именно такой инструмент. Интерфейс мне удобнее, когда инструменты справа. Плюс, как видите, я вот тут слева у вас на экране еще болтаюсь. И, соответственно, удобнее, чтобы инструменты находились справа, на мой взгляд. Но вы можете себя как угодно настраивать. Браузер я люблю или чтобы он был вот так слева. Тогда я обычно использую как раз вот такой режим вот этого списка. Или же я выбираю View Browser Place Below. То есть, поместить снизу. Вот. Вот тоже довольно удобно. Вот когда у вас вот так лентой отображаются все фотографии. Тоже по-своему хороший режим. Но, наверное, все-таки на занятиях я буду чаще использовать именно вот такой режим, когда просто картинки слева. Ну и также, например, есть такой довольно удобный режим. Это Auto Hide Mode. То есть, режим, когда автоматически прячется инструмент. Например, я могу на браузере включить такой режим. И как бы он будет спрятан. Но как только я подвожу мышку, то тут же у меня он появляется. И то же самое вы можете для любого другого инструмента включить. Например, для вот этих инструментов то же самое. Просто подводите мышку, он появляется. Ну и, соответственно, вы можете легко все это отменять. Но настройка зоны интерфейса это только такой, только самый верхушка айсберга. Потому что, на самом деле, самое интересное происходит, когда вы начинаете перемещать все инструменты. Дело в том, что по умолчанию вот это, как инструменты собраны в папочках, это просто вот разработчики так решили, что, наверное, так будет удобно большинству людей. Окей. Но смысл профессионального инструмента в том, чтобы вы настроили все под себя. То есть, чтобы просто взяли и сделали так, как вот лично вам удобно работать. И, соответственно, в Капчуан вы можете все инструменты настроить так, как вам нужно. Например, давайте вот так пойдем. Скажем, винетирование. Очень редко его использую. Убираю его просто. Кривые. Кривые. Кривые очень люблю. Соответственно, я просто возьму сюда, кликну правую кнопку мыши, добавлю новую Add Tool Tab, то есть вкладку новую. Custom Tool Tab, то есть собственную вкладку. Назову так, как она называется. Curves. Кривые. Возьму тут какую-нибудь конку звездочки. Вот так добавлю. И правый щелчок мыши добавляю просто сюда кривые. Причем любой инструмент в Капчуан можно продублировать сколько угодно раз. Можно их вот так дублировать. Можно переносить из одного окошка в другое. Могу взять куда-нибудь вот сюда, левелсы, например, перенести. Как вы хотите. А могу теперь тут снова взять и сюда еще левелсы добавить. То есть все вообще без каких-либо преград. А с кривыми, например, у меня вот эта кривая будет за красный канал, вот эта за зеленый, а эта за синий. Все очень удобно, очень здорово. И вот так вы можете полностью настроить интерфейс. На последних двух занятиях я покажу, какие я использую интерфейсы для разных задач. Например, вы можете просто настроить интерфейс, нажать workspace, save workspace. Как-нибудь его давайте назовем там MyTest. И, например, вы можете всегда там скинуть на интерфейс по умолчанию, потом выбрать MyTest и тут же вернуться к нужному вам интерфейсу. И вот Никита спрашивает, что настройки можно потом переносить на другой компьютер? Можно, без проблем. Я вам тоже покажу, как это делается, но на одном из следующих занятий, когда мы будем говорить про все внутренние настройки такие программы, где они все лежат, и вот там я вам покажу, где лежат, собственно, и настройки интерфейса. Но вообще вы можете его тут сохранять и быстро переключаться между любыми интерфейсами. Разработчики для вас уже создали несколько разных интерфейсов. Можете посмотреть, например, интерфейс Migration. Это интерфейс для тех, кто с Lightroom пришел. Типа вам будет так понятнее. Не считаю, что это правильный подход. Я считаю, что нужно разработать свой интерфейс, а не пытаться адаптировать его к неудобному интерфейсу, к которому вы как бы просто привыкли. Потому что я считаю, что у Lightroom неудобный интерфейс. А в Capge One вы можете все сделать под себя, и все будет вообще очень удобно работать. Также, например, если, как я вам уже показал, вы можете их кастомизировать и верхнюю панель. Правый черчок мыши, Customize Toolbar. И здесь что есть интересное? Здесь куча на самом деле интересных штук. Мы тоже к ним будем в течение курса периодически возвращаться. Ну, например, вы можете там статус батарейки сюда поставить. Если у вас подключена камера компьютера, вы здесь ее будете всегда видеть батарейку. Вы можете, например, давайте из такого совсем базовых, интересных вещей. Ну, например, такая есть опция Copy and Apply. Если вы хотите быстро скопировать настройки обработки, то есть, например, вот у вас есть кадр, допустим, три кадра, вот так выделим, и, например, сделаем их, один кадр сделаем ЧБ. Теперь я просто зажимаю Shift и нажимаю эту кнопочку. И все выделенные кадры становятся такими. То есть, скопируются все настройки на выделенные. Это такой тоже быстрый способ копирования настроек. А копирование настроек мы тоже будем еще очень подробно говорить. Пока просто я такие вам совершенно самые базовые вещи, основные, показываю. Перед тем, как мы пойдем на перерыв, давайте еще поговорим про настройки программы, потому что тут есть несколько важных вещей, которые нам точно нужно обсудить. Заходим в настройки, Preferences. Что здесь есть? Во-первых, первое, что я вам скажу, и это действительно важно понимать, что вам не нужно знать все настройки программы. Дело в том, что Capture One это не просто профессиональная какая-то программа. Чтобы вы понимали, разработчики Capture One это люди, которые создают, во-первых, цифровые задники одни из лучших в мире. То есть, вот, Энни Лейвович снимает цифровые задники Phase One. Это разработчики Capture One. Кроме этого, кроме того, что они делают цифровые задники, которые лучшие фотографы в мире снимают, они еще делают, например, такие вещи, как специальные камеры, такие индустриальные камеры, которые, например, используются для аэрофотосъемки. Или, например, для создания репродукции картин. Или, например, ученые делают с помощью них суперточные снимки, например, там каких-то прям молекул. Или, например, шинориальный кейс, это когда камеры Phase One используются для того, чтобы их ставят на специальный такой паровоз, специальный поезд, и он снимает рельсы. Просто рельсы. Вот эти шпалы и рельсы. Но поскольку эти цифровые задники у них 100 мегапикселей и больше, разрешающие способность сенсора, то потом эти данные, эти массивы данных прогоняются через нейросети и выявляются брак, потенциальная угроза на рельсах. Например, это абсолютно реальный кейс, который используется, для чего используются технику Phase One. Поэтому, к чему я вам всю эту историю рассказываю? К тому, что многие настройки, которые есть в Caps One, вам, скорее всего, не нужны. То есть, например, если вы видите что-то непонятное, скорее всего, вам это не нужно. Давайте я вам покажу, что вам точно нужно знать. Ну и опять-таки, к части из настройок мы еще обязательно вернемся. Значит, пойдемте с General вкладки. Во-первых, здесь вы можете выбрать, как часто вас предупреждать о бэкапе каталога. Я вам рекомендую делать бэкапы регулярно, поэтому ставьте Always. То есть, каждый раз, когда программу вы будете закрывать, вас всегда будут спрашивать, что давайте сделаем бэкап каталога. Но про каталог мы еще сегодня как раз поговорим. Потом, значит, из таких важных настроек, это настройка OpenCL. Не путайте с OpenGL. Похоже, пишется, но это разные технологии. Дело в том, что Caps One использует технологию OpenCL для ускорения всех графических процессов. Эта технология поддерживается почти всеми видеокартами современными, но на всякий случай, если у вас появляются какие-то визуальные глюки, баги и прочее, это скорее всего связано с OpenCL. Если вы на Windows, то обновите драйвера вашей видеокарты или попробуйте отключить использование технологии OpenCL. Это замедлит процессы и обработки, и отображения фотографий, но может быть у вас пропадут глюки, хотя, опять-таки, еще раз повторюсь, в целом, большинство видеокарт поддерживается, никаких проблем не должно быть. Также, давайте дальше пойдем. Appearance. Что здесь можно сделать? Внешний вид. Здесь можно регулировать внешний вид программы. Например, можно выбрать, какого цвета будет задник. Например, когда вы под печать делаете фотографии, я вам рекомендую ставить белый задник и как раз вот так с Proof Margin смотреть. Кстати, это еще один вариант, как вы можете Proof Margin использовать, чтобы вот так вот лучше готовить фотографию к печати, потому что вы будете лучше понимать, насколько у вас белый цвет, на самом деле белый, когда вы видите вот такую рамку. потом, ну, я обычно работаю, я обычно с темным задником. Также вы можете тут разные цвета настраивать, например, цвет маски, ну, там много для этого есть причин, потому что я, например, лично знаю там несколько фотографов с дальтонизмом, да, и, соответственно, им важно под себя настраивать определенные цвета. Дальше идет очень важная настройка, настройка кэша. Дело в том, что мы еще к этому тоже будем в будущем возвращаться, но, в принципе, чтобы вы понимали, когда вы работаете в Capture One, когда вы любую фотографию открываете в Capture One, она первым делом как бы создает ее такую превьюшку. И вот эту превьюшку она хранит, собственно, у вас на компьютере и постоянно к ней обращается в процессе работы. И вы можете выбрать размеры этой превьюшки, да, вот какой размер ставить. По умолчанию стоит 2048, и, в принципе, это довольно такое универсальное значение, подходящее многим. На что влияет размер превьюшки? Если мы его поставим большим, то программа будет реже обращаться к оригинальному RAW-файлу, но при этом превьюшки большие будут реально много вести. Ну, то есть, превьюшки, которые там 5000 пикселей по длинной стороне, они реально ощутимо весят. А в то же самое время мы можем поставить маленькую превьюшку, маленьким размером, они будут мало весить, то есть, меньше у вас будет места на жестком диске занимать, но при этом будет чаще идти обращение к вашему жесткому диску. То есть, например, если вы оригиналы RAW-файлов храните на каком-нибудь медленном, внешнем жестком диске, вы начнете это замечать, да, что к этому жесткому диску идет постоянное обращение. Какой мой совет к вам? Мой вам совет такой. Вам нужно узнать, когда вы настроите интерфейс под себя, вам нужно узнать лично у вас, каким размером у вас вот это рабочее поле. На Mac это очень просто делается, например, Shift-Command-4 вы нажимаете, я думаю, на Windows тоже есть аналогичная вещь, это позволяет вам сделать скриншот определенной области. Вы просто делаете вот такой скриншот, и, в принципе, когда вы его делаете, уже можно увидеть там размеры, ну и также вы можете просто зайти вот так и посмотреть там размеры вот этого, вот этой области, да, там, например, в моем случае у меня сейчас разрешение для занятий маленькое, у меня там где-то в районе 1400, наверное, по длине стороне эта область, 1400 пикселей. И, соответственно, я могу себе взять, поставить тут где-нибудь 1440 или там 1680. Это будет довольно оптимальный для меня вариант. Кроме этого, здесь есть возможность включения и редактирования JPEG-ов в TIFF-ах PNG. Их тоже можно редактировать в Капчуан, просто алгоритмы программы заточены больше на работу с RAW-файлами, и вы не получите такого качества обработки на JPEG-ах и TIFF-ах. А также вы можете синхронизировать метаданные из XMP-файлов. То есть, например, если у вас, если, например, вы там в каком-нибудь фотомеханике делаете отбор или какой-нибудь там бриджи, в Adobe Bridge делаете отбор, видишь, там все настройки сохраняются в XMP-файлы, и вы можете метаданные синхронизировать. Настройки обработки, например, цвет, экспозиция, это не получится синхронизировать, потому что программы все-таки очень разные. А вот метаданные получатся, то есть там ключевые слова, там вот все-все-все метаданные, которые есть на фотографии, они будут синхронизированы. И есть два режима синхронизации, это Full Sync, полная синхронизация, когда и в Капчуан меняется, и в этих XMP-файлах. Или когда просто из XMP-файлов загружается информация. Ну и тут также еще есть разные настройки, например, предпочитать XMP, нежели чем IPTC информацию, предпочитать сторонние XMP-файлы, нежели чем та информация, которая уже есть, метаданные, которая есть у файла. Ну, в общем, если вам эта тема актуальна, вы, я думаю, примерно поймете, что это означает, если вы уже с этим работаете. Про настройки Capture мы поговорим на следующем занятии, это съемка в компьютер. Настройки цвета ничего не меняйте. Вот тут просто оставьте Defaults, как есть. Только можете внешний вид цветового редактора, цветового круга поменять. Если вы пришли за редактирование видео, векторскопный вид вам, наверное, будет удобнее. Но это чисто визуальная штука, она не влияет никак ни на что другое. А про вот эти настройки мы еще будем много говорить на занятии про уровни, экспозицию. Здесь вы можете всякую кадрирование настроить. Тоже еще к этому вернемся. Здесь можно настраивать, скажем так, точность маски фокуса. То есть, что она будет считать за резкость. Здесь мы выставляем, о чем программа нас будет предупреждать, в принципе, о каких событиях. Здесь мы проверяем обновления. И последняя, это появилось, 12-й версии. Здесь мы ставим плагины. Плагинов пока немного, но некоторые из них я уже тестировал. В принципе, я тестировал практически все, которые есть. Но вот вам покажу парочку, которые я использую. Формат, HPEG, мини. Ну, о плагинах мы будем на самых последних занятиях говорить. И последнее, о чем я хочу вам рассказать до перерыва, и что касательно в таком ключе разговора о настройках программы, это, конечно, настройка горячих клавиш. Причем в 12-й версии настройка горячих клавиш на Mac теперь располагается там уже, где и на Windows, в разделе Edit, то есть редактировать. Редактировать Keyboard Shortcuts. Edit Keyboard Shortcuts горячие клавиши. В 12-й версии Cops One процесс редактирования горячих клавиш стал намного проще и понятнее. Во-первых, в принципе, у нас есть большой список горячих клавиш. То есть, они разделены по таким тематикам. Например, все инструменты в разделе Other находится. Там экспозиция, баланс белого. Есть отдельный раздел Слои. Тут вот все можно поставить. Создать новый слой, заполнить слой, инвертировать маску слоя. Там куча всего. Копирование настроек, рейтинги, цветные метки. Это все в Adjustments. В разделе Image тоже у нас тут много-много-много всего. Это все можно менять. То есть, вы можете просто взять и выставлять свои настройки. Кроме этого, вы можете искать. Например, когда вы хотите найти какую-нибудь конкретную функцию, например, Zoom. Вот. Смотрите, Zoom, да? Или там, скажем, Fit. Давайте такое. To Fit. Да? Вот мы смотрим, какой у меня там этот Command, Alt, Command, Z. Хорошо. Alt, Command, Z. И еще давайте посмотрим Zoom. Или нет, давайте 100%, что у нас там есть. Да, вот. 100%, да. Значит, Alt, Command, Z и Alt, Command, X. Да, соответственно, Alt, Command, Z. Вот. Alt, Command, X, Alt, Command, Z. Да? И вот так мы можем легко, например, переключаться между зуммированием. Просто используя вот эти горячие клавиши. Но опять-таки, вы все можете настроить под себя. То есть, настроите все горячие клавиши, которые вам нужны. При этом есть еще одна очень интересная вещь. Если вы хотите всегда вот так под рукой видеть, знаете, какую-нибудь на стеночку себе повесить горячие клавиши, которые вы сделали, нажмите кнопочку Summarize. Да, суммировать как бы. У вас появится вот такой файлик. Вы можете его сохранить как PDF и распечатать или прямо отсюда распечатать. Просто вот так все ваши ключевые опции будут перечислены. И вы можете это распечатать, повесить себе и видеть, какие конкретно у вас выставлены настройки. Что, на мой взгляд, очень удобно. Так, в принципе, мы поговорили о всех таких ключевых вещах, связанных с интерфейсом. Будем еще очень-очень много чему возвращаться. Знаете, не пугайтесь, что я вам не сказал, например, что значит кнопочка A, а что значит вот эти стрелочки. Просто всему свое время и место. И, соответственно, мы к этому еще всему будем обязательно возвращаться. перед перерывом давайте я отвечу на вопрос, что у нас тут появилось. Виталий Смашит. Имеет ли смысл покупать Capture One с наборами стилей? Насколько они хороши? Это имеется в виду... Кидал ссылочку в чате, что сейчас там идет распродажа, и когда вы берете со стилями, там все значительно дешевле выходит. Ну, вот так скажу, что в целом стиль-то довольно хорошие, но просто они дорогие. Они дорогие не в плане того, что в FaceOne такие там жадные, нехорошие люди. А они просто дорогие, потому что тот курс евро, который у нас есть сейчас, плюс в принципе то, что FaceOne это датская компания, а Дания очень дорогая страна. Очень дорогая. Намного дороже, чем Россия. И даже намного дороже, чем Москва. Я был много раз в Копенгагене, поверьте, это дорогое место. Вот это все накладывает то, что для них эта цена кажется адекватной для разработчиков. И поверьте, когда вы там сходите в ресторан, в обычный кафе в Копенгагене, вы поймете, что действительно стили стоят не так дорого. Но для России это дорого. Я объективно понимаю, что это реально дорого для абсолютного большинства людей в России. При этом, если мы говорим о тех акциях, которые, например, сейчас, например, можно взять полный комплект, там будет и так-то скидка, плюс еще 50% скидки сверху, и вы понимаете, вам эти стили реально довольно дешево выйдут. Вот это имеет смысл, на мой взгляд. То есть, вот это имеет смысл, потому что с такими там скидкой, сколько там выходит, 70-80%, вот с такой скидкой это как бы реально уже становится разумной ценой, за которую они 100% как бы стоят. А за фулл прайс, за полную цену я бы подумал, брать или нет, но все-таки это реально очень высокий стоимость для России. И Дмитрий задает несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Есть несколько общих вопросов. Есть ли возможность Капчуан заставить видеть камеры, которые в ней не прописаны изначально? Мы об этом поговорим на занятии как раз в следующем, когда у нас будет про съемку в компьютер, но, честно скажу, скорее нет. То есть, потому что Капчуан неспроста не дружит с Хасельбладом, потому что они конкуренты на рынке среднеформатных камер. и такая же история была с Фуджи, пока они не стали партнерами. Ну, вот если Хасельблад как-то договорится с Капчуан, что они стали партнерами, тогда да. Но пока они вряд ли не станут, на мой взгляд. В силу обстоятельств вынуждены буду пропустить три занятия. Есть ли какие-либо видеоссылки или иной материал, чтобы восстановить пропущенное? Как я сказал в начале самом, каждое занятие записывается. Вот смотрите, вы идете просто в материалы. Сейчас обновим, может, уже появилось. Нет, пока еще нет. Наверное, появится, ну, когда у нас закончено занятие, тогда, собственно, оно появится. Ну, в общем, вот тут появится раздел архив, по-моему, так тут называется. Архив, где сразу после окончания занятия вам доступна его запись. И, соответственно, вы сможете посмотреть запись каждого занятия. Записи вам будут доступны в течение всего курса. Ну, как только эта запись появляется. И в течение двух недель после него. Поэтому не переживайте, если вы что-то пропустите, вы всегда сможете посмотреть это в записи потом. Если у вас появились вопросы, смело пишите мне сюда вопрос. Я вам или письменно отвечу, или на следующем занятии отвечу, зависит от того, насколько вопрос интересен всем, скажем так. Теперь, собственно, пора поговорить о том, как Caption работает с файлами, потому что это очень важная вещь для общего понимания. Я постараюсь ее максимально просто вам донести. но сразу скажу, что чтобы действительно понять эту историю, нужно вам самим это попробовать. Именно поэтому эта тема у нас на первом занятии возникает, потому что мне хочется, чтобы вы сейчас это послушали, примерно поняли концепцию, дома попробовали, поработали, поэкспериментировали, накопили вопросов и начали их задавать. И в течение всего курса вы, собственно, будете, скорее всего, задавать вопросы, в том числе и по работе с файлами. И обязательно к концу курса вы придете уже с таким полноценным пониманием того, что вы знаете все, что вы хотите знать, что касательно вот того рабочего процесса, который используете вы. Поэтому, собственно, давайте начнем изучать, как вообще идет работа с файлами в Caption. Начнем с того, что первое такое основное правило это то, что Caption никогда не меняет сами RAW файлы. Никогда. Все действия, которые, все манипуляции, которые происходят с RAW файлами, они сохраняются отдельно и просто как бы накладываются поверх вашего RAW файла. Но с вашим RAW файлом в любом случае ничего не происходит. И вот тут возникает самый главный вопрос. А где, собственно, сохраняются эти настройки? Где сохраняются настройки обработки? То есть, когда вы делаете вот такое движение ползунком, оно тут же где-то сохраняется. Тут нет даже кнопки Save, нет такого, что вам взять сохранить настройки. Как только вы делаете вот такое любое движение ползунком, оно тут же где-то сохраняется. И вот чтобы понять, где оно и как сохраняется, нужно поговорить о двух режимах работы, которые есть в Caption. Первый режим это сессии, второй это каталоги. Давайте начнем с сессии, потому что сессии, ну, во-первых, это исторически тот режим, который появился в Caption раньше, прежде всего. И, на мой взгляд, это один из самых стабильных и во многом надежных режимов работы с файлами. я вам покажу, как сессия работает вот такой изначальной задумки и как вы можете ее использовать максимально просто. Давайте начнем с того, как вообще это изначально было задумано. Итак, создадим новую сессию. Кстати, я сразу скажу, что одновременно у вас может быть открыто несколько сессий, несколько каталогов, никаких проблем, пожалуйста. Итак, создаем новую сессию, давайте ее так и назовем, например, Profile Session. и выбираем, куда мы ее, где мы ее, точнее, создадим. И вот тут создам, например, папочку создам сессия. Не обязательно, но я просто так для удобства, и вот тут я ее создам. Назову, значит, Profile Session. Вы можете выбрать темплейт, то есть шаблон, про шаблон мы поговорим на следующем занятии, потому что шаблоны это больше актуальная история для съемки в компьютер, а в обычной жизни вы вряд ли будете так часто их использовать. Значит, дальше вы можете задать собственные названия тем папочкам, которые создадутся в папочке сессии. Пока не будем их менять, давайте вот оставим те, которые по умолчанию всегда идут. Нажимаем ОК, у нас создалась сессия. Как это выглядит на жестком диске? На жестком диске это выглядит вот так. У нас появилась папочка, которая называется наша сессия, в этой папочке лежат четыре папки Capture, Output, Select, Trash и файлик сессии. Сразу скажу, что в файлик сессии никакого значения касательно настройки обработки фотографии не имеет. То есть вы можете его удалить, и вы настройки обработки не потеряете. Вы потеряете определенную структуру сохраненных файлов, структуру сессии, много что потеряете, но настройку обработки вы не потеряете. Это очень важно. Теперь, как вообще изначально задумывалась разработчиками работа в сессии? Дело в том, что изначально вообще Capture One это вот так, если так вот немножко такой исторический экскурс сделать в прошлое, разработчики Capture One это компания Phase One. Это люди, которые делают топовые среднеформатные камеры. Раньше, то есть там лет 15, условно говоря, 10-15 назад, такие камеры они в основном использовались в студии, потому что технологически невозможно было сделать сенсор, который позволял бы работать на высоких ISO, и при этом чтобы он не шумел. Поэтому в основном это использовалось только студийными фотографами, и поскольку Capture One изначально это была программа для только цифровых задников, вот в своем оригинальном виде, то изначально она задумывалась как программа для тех фотографов, кто снимает в студии. И, соответственно, разработчики и подобные. Так, фотографы в студии работают фотосессиями. Логично. То есть, у вас там сегодня одна фотосессия, завтра еще одна фотосессия. Значит, нужно им дать такой интерфейс управления файлами, который будет собственно оперировать сессиями как раз. То есть, вы, например, приехали со съемки, создали новую сессию, назвали ее, например, съемка, съемка модели Даши. Ну, например, или какие у вас там, или там семейная семейная фотосессия семья Бобро Бобровых. Ну, например, то есть, вот ваши типичные такие задачи. И изначально расчет разработчиков был в том, что вы под каждую съемку создаете новую сессию. И при этом в режиме сессии вы можете импортировать фотографии в сессию, нажать файл Import Images и тут возникает окошко импорта. Мы его будем разбирать чуть позже, когда про каталог будем говорить. Потому что в режиме сессии вам совершенно не обязательно это делать. Вы можете просто взять, где-нибудь у вас, допустим, на флешке лежат ваши файлы. Давайте возьмем любые какие-нибудь файлы. Вот представьте, что они у меня на флешке. Я взял их, просто скопировал с флешки и я могу их сюда скопировать, могу создать любую папочку, это не принципиально важно. Но давайте пока я скопирую в папочку Capture, потому что это такая более, больше, больше подходит к задумке разработчиков. То есть, я беру в папочку Capture, я вообще, разработчики думали, что в папочку Capture будет идти съемка, это же для студийных фотографов, но вы можете сюда просто скопировать фотографии. А так по умолчанию они сюда еще и снимаются. И все, теперь вы вот тут просто нажимаете Capture Folder и прекрасно у вас открываются все, собственно, ваши фотографии. Дальше задумка следующая, то есть, что у вас есть вот эта съемка, у вас все RAW файлы лежат в папочке Capture. Что такое папочка Selects? Папочка Selects это папка, куда вы будете перемещать избранные файлы. Ну, например, вот вам очень нравится эта фотография, очень нравится. И вы правой черночком мыши кликаете и можно выбрать вот такую опцию, к намется Move to Selects Folder, то есть, переместить в папочку избранных. Все, она сюда переместилась и она переместилась совершенно физически, то есть, прямо вот RAW файлик переместился. И вот в этот момент, когда мы уже открыли кстати, RAW файлы, мы можем заметить самую главную вещь. Посмотрите, у нас появились RAW файлы, вот они и рядом с ними, что тут, что тут, всегда появляется папочка Capture. В этой папочке лежат, собственно, наши настройки. Вообще, в ней лежат две вещи. Это кэш, тот самый кэш, который я вам рассказывал на первой части занятия, который как бы генерируется автоматически. Его можно, в принципе, удалять. Он перегенерируется. А вот в папочке Settings лежат настройки обработки. И вот если вы их удалите, то вся ваша обработка удалится. То есть получается, вот RAW файл, программа его не меняет. Никогда. Если вы работаете в сессии, то всегда, рядом с вашим RAW файлом, всегда будет появляться папочка под названием Capture One, в которой лежат настройки вот эти обработки. Вот эта точка COS, это означает Capture One Settings. То есть вот в этом файлике лежат все настройки обработки, конкретного каждого файла. И мне лично это удобно. Мне нравится. Потому что это такая бронебойная система. Например, иногда я открываю свои съемки, когда там какую-нибудь статью или готовлю, или мастер-класс, я открываю там своего архива съемки, которые были обработаны в Capture One 6. Тоже в режиме сессии я работал. И я открываю эти файлы, и они без проблем берут и просто открываются. То есть вот эти открываются RAW файлы, тут же подхватываются их настройки обработки. Я вижу всю ту обработку, которую я делал. Там Capture One 6 было лет 8 или 9 назад. Очень давно. То есть очень-очень надежная вещь. Но минус заключается в том, что у вас всегда будет эта папочка. И всегда будут настройки храниться рядом с RAW файлами. Я знаю людей, кого это реально раздражает. То есть их раздражает, что везде какие-то папочки появляются, случайно еще удалишь, потеряешь все настройки. То есть, вот если вы такой человек, вот чуть-чуть подождите, мы чуть позже будем говорить про каталог. Вот каталог это для вас. Вернемся пока к сессии. То есть мы поняли самую главную особенность. Это то, что в режиме сессии настройки RAW файлов хранятся всегда рядом с RAW файлами. То есть, например, вот я переместил в папочку Select, тут же у меня RAW файл переместился и переместились его настройки обработки. Это, собственно, по задумке разработчиков, то есть MainPair. Сюда мы снимаем или складываем наши тут RAW файлы. Сюда, если нужно, перемещаем избранные. Это совершенно не обязательно делать. Это просто, если вы так хотите. Но этого не обязательно вообще. Для чего нужны папочка Output и Trash? Ну, думаю, с Trash все понятно. Это корзина. Это, например, если я какой-нибудь файлик возьму, вот этот, решу его удалить. Правый щучок мыши, Delete. Решил удалить. И он оказался в корзине. Опять-таки, корзина совершенно физическая папка. Вот Trash, вот тут файлик у нас отлежит. Опять-таки, обратите внимание, рядом с ним тут же есть папочка Capture One, где его настройки лежат. И если я теперь очищу корзину, да, Empty Session Trash, то у меня файлик этот, оп, удалился только что с диска. Его папочка, кстати, осталась с настройками. И последнее, Output, для чего это нужно, это та папочка, куда по умолчанию разработчики советуют выводить файлы. то есть, например, я там обработал какую-нибудь фотографию. Вот у меня файлик. Я там, поправил его, например, я поправил его баланс белого. Поправил его баланс белого. И по умолчанию файлики конвертируются, то есть, в чпэк, в тиф, другие форматы, они конвертируются в папочку Output. По умолчанию это можно изменить. То есть, я нажимаю просто процесс, и все, вот у меня чпэк здесь появляется. То есть, какая логика разработчиков в этом всем? Логика в том, что вы как бы создаете под новый какой-нибудь съемочный проект, новую сессию, и у вас там здесь и ваши RAW файлы лежат, и конвертированные хпэги, и избранные какие-нибудь RAW файлики, и корзина у вас, все здесь. Все вот так аккуратненько сложно. При этом у сессии есть разные интересные особенности, которые нас сейчас потихонечку выведут к тому способу использования сессии, который как раз я больше использую. Дело в том, что вам не обязательно хранить файлы в папочке сессии. Это как бы с точки зрения такого философии сессии, это действительно логично. Вы все так аккуратненько в одном месте храните, все хорошо. Но вы с таким же успехом. Во-первых, можете, используя System Folders, это по сути такой браузер, просто открывать папки жесткого диска. То есть, например, я могу взять где у меня тут documents, это просто мой жесткий диск. Сейчас найдем, где у меня курс Capture One, откроем какое-нибудь там разное, все, я могу спокойно работать. При этом, еще раз повторюсь, поскольку настройки лежат в папочке Capture One рядом с RAW-файлами, то, соответственно, вы очень легко можете вот так в любой момент открыть любую папочку на жестком диске, которая была обработана в сессии до этого, подхватиться их настройки обработки. Если этих настройок нет, папочка создастся, и все, и вы будете работать. То есть, у вас все эти настройки обработки сохранятся. Вы можете вот так просто жесткого диска открывать. При этом, вам даже не обязательно использовать вот этот такой громоздкий браузер, вы можете делать еще проще и просто взять, например, папочку, зажать левую кнопку мыши и перетащить. Она появляется в разделе Session Favorites. Session Favorites это как бы избранная сессия, это такой просто ярлыки быстрого доступа, по сути. И все, пожалуйста, вы также можете с этим всем работать. Также обработка будет вся подхватываться, если до этого это было в какой-нибудь сессии этот файлик был, например, обработан. При этом в сессиях еще есть альбомы. Вы можете создавать умные альбомы, обычные альбомы. Вот тут альбомы, это такая чисто виртуальная история. То есть, например, я могу создать любимые кадры и сюда просто переносить фотографии. Вот это чисто виртуальное действие. Сами RAW файлы никуда сейчас не переносятся. Все действия с альбомами это такие просто вот как раз в файлик сессии это все записывается. Помните, я вам показывал, где у нас он. Вот в этот файлик все эти виртуальные действия записываются. То есть, физически RAW файл никуда не переносится, в отличие от манипуляций с разными этими папками. Тут, я надеюсь, вы понимаете, как разработчики задумывали работу с сессиями. То есть, что вот у вас идет каждая съемочка новая, под каждую съемку вы делаете новую сессию, в этой сессии вы все аккуратненько складываете, и у вас здорово. Есть люди, которым это не нужно. Например, я. Я, если говорить про мою коммерческую работу, да, у меня есть студийные съемки, я провожу тоже работу с сессиями, но в целом у меня нет такой потребности так все аккуратненько это складывать. У меня большой довольно идет поток работы, особенно раньше шел, когда я больше коммерчески снимал, сейчас я больше занимаюсь бизнесами связанными с фотографией, скажем так, но у меня вот такой идет поток, да, и мне не нужно его каталогизировать, мне не нужно никакого так аккуратненько ничего с ним делать, мне нужно просто скопировать с флешки файлы, их обработать, конвертировать, отдать заказчику, потом скинуть на жесткий диск для, где у меня архив хранится, все. И в этом случае, если вы такой же человек, если вам не нужно делать, никакая каталогизация вам не нужна, вам просто хочется открывать файлики с жесткого диска и с ними работать. Вот в этом режиме сессии прекрасно подходят. Другое дело, что вы можете использовать просто одну сессию вообще всегда. То есть, вам не нужно создавать вообще новой сессии, вы один раз можете одну сессию создать и дальше хоть с ней годами работать. Как это происходит? Очень просто. Вы также создали сессию и просто вообще забудьте, что у этой сессии есть какая-то вот эта там capture, output. Вам это все не важно. Вообще не важно. Вы просто берете и вот с жесткого диска открываете файлики или переносите эти папочки в раздел session favorites. Например, вот так просто переносите и просто с ними дальше работаете. когда вы вот так работаете сессии, вам в принципе даже сама сессия не важна. Например, я могу сейчас вот эту сессию закрыть, создать новую, в ней открыть эти же файлы и вся обработка подхватится, потому что обработка она не завязана на сессию. Она, еще раз, давайте вспомним, она завязана вот на эту папочку. Вся обработка хранится в этой папке и соответственно пока эта папочка рядом с RAW файлами, если вы будете в любой другой сессии открывать, это обработка подхватится. И вот так я использую сессию. У меня там я создаю сессию, может быть один раз в год, да и то это будет такая случайность, я иногда случайно могу удалить какую-нибудь сессию, потом новую создам. У меня нет никакой привязанности к какой-либо сессии, она у меня обычно одна создана, и я просто использую ее как инструмент открытия RAW файлов и собственно все. Вся обработка у меня храняется в любом случае в этих папочках, я знаю, что, например, я вот сделал обработку, взял вот эту папку, где есть RAW файлы и папочка Capture One, я эту папку взял, на свой внешний жесткий диск перенес, все, я всегда смогу получить к ней доступ. Ну вот, вот у меня какой-нибудь внешний жесткий диск, вот, например, там, ездили с семьей на ферму оленей, да, вот это просто куча RAW файлов и у них есть папочка Capture One, обратите внимание, я теперь просто беру и ее сюда переношу. Все, и она у меня тут тут же открывается, мне просто там займет время это открывать, потому что это у меня внешний жесткий диск, у нее очень быстро, но она откроется, и вы-то сможете без проблем с этими файлами, да, там, со всеми, собственно, работать. И вот так, собственно, это и происходит. Это, вот, значит, еще раз, есть два подхода к сессии. Первый подход, это вот тот, который задумывали разработчиками, да, что под каждую новую съемку вы создаете новую сессию, вы с ней работаете, да, и у вас потом все так красивенько, все в одном месте. Или же просто вы один раз создали сессию, и дальше вы просто или из этого браузера открываете любую папку, или сюда ее переносите, чтобы просто иметь быстрый доступ, можно всегда там минусиком удалить ее оттуда, если не хотите. А главное, что при этом мы помним, это то, что когда вы работаете в режиме сессии, какие бы вы RAW файлы не открыли, рядом с ними у вас всегда появится папочка копчевана, в которой хранятся настройки, и вот эту папку нельзя потерять, потому что да, вы потеряете настройки обработки этих RAW файлов. Это самое главное, что вам нужно понять про режим сессии. Вадим, Вадим спрашивает, а метки, звезды и прочие ключевые слова хранятся тоже рядом с файлами? Вот это, кстати, довольно хороший вопрос, потому что я, поскольку я практически не пользуюсь в режиме сессии, я не пользуюсь каталогизацией, но насколько я помню, да. Давайте мы можем даже это сейчас проверить, потому что просто, честно, я очень редко пользуюсь каталогизацией, ну, в режиме сессии. Если у меня нужна каталогизация, я просто каталог иду, потому что каталог намного более разумная вещь для каталогизации. Но по-моему, да, насколько я помню, да, ну даже вон, смотрите, видите, например, цветная метка подхватилась, тут тоже подхватилось, я думаю рейтинг тоже где-нибудь, если тут, то, что я открывал старые, обработанные, я думаю, да, они тоже, скорее всего, подхватываются, сейчас я точно вам скажу, например, это проверить элементарно, да, например, мы вот поставим рейтинг 5 звезд, да, еще раз, тоже вам алгоритм продемонстрирую, вот у нас папочка, да, вот я сейчас в одной сессии открыл этот файл, да, просто, поставил рейтинг 5 звезд, сделал какую-нибудь обработку, вот такую, да, например, вот, вот так, а теперь давайте я там, просто, для чистоты эксперимента, я закрываю эту сессию, вот у меня другая сессия открыта, я в нее добавляю эту папочку, вся обработка подхватывается, но, да, рейтинг у него тоже остался, вот он у нас, вот тут показывается тоже, вот тут, видите, снизу рейтинг, и обработка, да, значит, все то же самое, там, там же и хранится, просто, видите, я немножко, даже мне немножко как в ступоро поставил этот вопрос, потому что я никогда практически в сессиях не делаю, ну, какую-либо каталогизацию, потому что это, на мой взгляд, довольно бессмысленно, если вам нужна каталогизация, это проще идти, как бы, уже в каталог. Теперь, собственно, давайте поговорим про каталог, потому что каталог, это тот режим, который появился в, тоже довольно давно, в Capchuan 7, то есть, это, там, лет 7, наверное, 6 назад, он появился как раз под напором, огромным количеством, под напором тех людей, которые, фирму очень нравятся Capchuan, но они, например, мигрировали, там, с того же Lightroom, и им была непонятна система работы в сессиях, они привыкли к каталогам, и они все просили разработчикам, слушайте, вы тоже, пожалуйста, сделайте каталог. А в Capchuan 7 он появился за эти годы, и он очень сильно эволюционировал, и сейчас он стал уже прям таким хорошим, полноценным инструментом для работы, то есть, если вы, например, реально много каталогизируете фотографии, каталог Capchuan прекрасно для этого подходит. Как это все работает? Значит, давайте File, New Catalog, и тоже делаем название, давайте назовем Profile Catalog. Выбираем, где у нас он будет, давайте также курс Capchuan, тоже вы можете шаблоны выбирать, про шаблоны еще раз говорю, на следующем занятии поговорим. Вот у нас появился новый каталог. Физически это выглядит вот так. Сейчас я вам покажу. Вот, файлик. Сразу скажу, что на Windows это может выглядеть как папочка. Это просто особенности Windows. Но на самом деле это все равно как бы, ну, словно говоря, один файлик. Просто Windows визуально вам по-другому это может демонстрировать. В принципе, на Mac тоже можно посмотреть. Для этого нужно нажать Show Package Contents, то есть, показать содержимое пакета. И вот там вот так вот это. Содержимое здесь тоже можно там где-то, по-моему, посмотреть. Ну, в общем, не суть важна. Суть в том, что на Mac у вас это всегда один файлик, а на Windows это может быть как папочка выглядеть. В чем и на Windows и на Mac одинаковость? Да, в чем принципиальная вообще одинаковость, принципиальное отличие каталога от CC. Всегда, абсолютно всегда, настройки обработки будут храниться внутри этого каталога. То есть, если вы создали каталог, если вы импортировали в него RAW файлы, RAW файлы, сами RAW файлы, могут лежать в разных местах. Они могут быть внутри каталога, снаружи каталога, где угодно. Но их настройка обработки всегда будет внутри этого файла. И это принципиальное отличие. Очень важное. Потому что, с одной стороны, это удобно. То, что у вас все настройки здесь, в этом файлике. У вас может быть там тысячи, десятки, сотни тысяч фотографий в каталоге. И вы все знаете, что все настройки обработки здесь собраны. У вас нет каких-то десяток папочек, капчуан рядом с вашими какими-то RAW файлами. Вам не нужно об этом, чтобы у вас болела голова. Вас не раздражает наличие, в принципе, этих файлов, ну и все прочее. Какой есть минус? Минус довольно тоже очевидный. Вы складываете все яйца в корзину. В одну. То есть, у вас все настройки обработки, все в этом файлике. А что такое файлик? Файлик, ну, это просто файлик. Это, например, если вы, скажем, будете в него что-то записывать, а у вас, допустим, моргнет свет или что-нибудь случится с компьютером, он может повредиться от этого. Поэтому, если вы все-таки решите работать с каталогом, я вам очень-очень рекомендую обязательно делать бэкапы. То есть, резервные копии его. Я вам покажу, как это делается. Ну, просто вот сейчас уже сразу выделю таким жирным, что обязательно делать резервные копии. В чем, как дальше идет работа с каталогом? Значит, во-первых, в каталог обязательно нужно импортировать фотографии. Это прям вот обязательно нужно. Есть разные для этого способы, я вам сейчас покажу. Но самый классический, это просто импорт файлов. То есть, вы просто нажимаете импорт имиджес, импортируете изображение. У сессии похожее окошко импорта. Просто, если вы будете делать то же самое у сессии, то, по сути, импорт в сессии – это аналог копирования. То есть, вы можете вручную скопировать файлы или использовать это окошко. Но суть примерно то же самое. А в каталог вы обязаны импортировать файлы. Итак, сначала мы выбираем, откуда мы импортируем файлы. Например, с вашей флешки или с какого-нибудь другого жесткого диска. Например, давайте возьмем... Вот, собственно, отсюда можно импортировать фотографии. Теперь, следующий вопрос. Это include subfolders. Это будут ли включаться под папки, с которой вы выбрали папку. И вот под папки в ней будут ли они сканироваться тоже или нет на наличие фотографий. То есть, видите, если я меняю, то меняется. Есть опция exclude duplicates. То есть, это исключить дубликаты фотографий. Например, чтобы не импортировать один и тот же файл два раза, вы можете поставить эту галочку. И он вам все фотографии, которые у вас уже есть внутри каталога, он просто не будет вам показывать. Их нельзя будет импортировать еще раз. Дальше начинается, собственно, самая важная, пожалуй, настройка. Это import to. То есть, куда мы импортируем файлы. По умолчанию стоит настройка Inside Catalog. То есть, внутрь каталога. И вот тут, как бы, такой довольно интересный момент. То, что, с одной стороны, внутрь каталога RAW файл можно импортировать, потому что это довольно удобно. Потому что, представьте, у вас есть вот такой будет файлик, который содержит все ваши RAW файлы. Это как бы довольно здорово, потому что вы можете этот файлик там куда-нибудь скопировать, куда-нибудь с ним пойти и тут же поработать прекрасно полностью с фотографиями. Но минус заключается в том, что, к сожалению, файлик раздуется очень быстро и станет просто гигантских размеров. Его не так удобно будет носить. Поэтому я вам рекомендую все-таки не хранить RAW файлы внутри каталога и выбирать или Current Location. Это текущее местоположение. Это значит, что RAW файлы останутся там, где они есть. Этот режим не надо выбирать, когда вы с флешки копируете. Потому что файлы останутся там на флешке, а внутрь каталога импортируется только, по сути, настройки обработки этих файлов. Поэтому я вам рекомендую, например, просто там, можно какую-нибудь любую стороннюю папочку указать, куда вам удобно. Или просто выбрать папку на жестком диске, любую, или внешнем жестком диске, неважно. Главное, я вам советую все-таки сами RAW файлы внутри каталога скорее не хранить. Потому что это чревато разными вещами. Самое главное – это раздувание каталога. Вы можете также выбрать, в какую коллекцию вы будете по умолчанию импортировать. Но это сейчас не суть важна. И давайте просто чисто для эксперимента. Я сначала внутри каталога импортирую, а потом файлы оставлю там, где они есть. Также вы можете сделать бэкап файлов. Это не бэкап каталога, а именно файл. Вы можете, например, включить бэкап, чтобы при импорте эти файлы еще куда-нибудь сразу автоматически копировались. Эта опция нужна для того, чтобы... Дело в том, что когда вы делаете бэкап каталога, сам каталог бэкапится, но RAW файлы, даже которые, если в нем были, они не бэкапятся. Потому что представьте, сколько будут весить ваши такие бэкапы с RAW файлами. Они будут просто десятки гигабайт со временем составлять. Поэтому, в любом случае, если программа делает бэкап каталога, она не бэкапит RAW файлы, вам это нужно вручную делать самостоятельно. Собственно, если вы хотите, вы можете поставить галочку и выбрать, куда вы будете бэкапить. Дальше тут идут настройки нейминга. Об этом у нас будет отдельное занятие. Кажется, очень простая тема. Наименование файлов. Что тут сложного? Поверьте, там очень много нюансов, которые мы обязательно подробно изучим. Плюс вы можете сразу задать базовые метаданные. Копирайт, Дескрипшн. То есть, все базовые вещи. Здесь можно уже на этапе импорта применить, например, какие-нибудь стили, пресеты. Разные вещи. И, например, вот здесь галочка. Include existing adjustments. То есть, это учитывать, включить существующие настройки. То есть, это те настройки, которые, если файл уже был обработан до этого в Capture One, то, если у вас эта галочка включена, то эти настройки подхватятся. А если она выключена, то файл импортируется без этих настроек. Ну и файл инфа – это просто информация суммарная о файле. Ну, давайте возьмем... А, ну еще тут несколько вещей. Если вы с карточкой копируете, во-первых, можно поставить галочку eject card. То есть, когда импорт закончится, карточка извлекается. И есть еще опция arise images after copying. То есть, удалить фотографии после копирования. Сами разработчики говорят, что эту галочку никогда не надо ставить. Потому что они говорят, вы никогда не знаете, вот у вас прошел процесс импорта. Вы на самом деле не знаете, а ничего ли не поломалось по пути. Опять-таки, там могло микро моргнуть свет, там один байтик не долетел, и все, файл поврежденный. Поэтому лучше эту галочку никогда не ставить. Сложно сказать, для чего она вообще здесь нужна. Итак, возьмем, например, вот эти несколько кадров. Нажимаем импорт. Они импортируются. Копчуан, на самом деле, довольно быстро работает с файлами. Вот у меня конкретно, я делал тесты, вот на моем компьютере, в два раза быстрее. По импорту примерно так же, как Lightroom работает, может, немножко побыстрее. А вот экспорт, там, в TIFF, SPAC, ровно в два раза быстрее, чем Lightroom у меня работает. Поэтому, ну, реально быстро работает с файлами. И теперь давайте вторую часть я сделаю не внутрь каталога, а там оставлю, где они есть. Например, вот эти файлы. И еще один импорт сделаю. Теперь еще из какого-нибудь другого места. Например, давайте выберем их. Ну, вот это. Какие-нибудь вот эти кадры. Итак, вот мы три раза импортировали фотографии. Теперь пойдемте разбираться, что, собственно, мы видим в каталоге, и что у нас здесь вообще есть. Значит, во-первых, у нас есть такая вещь, как Catalog Collections. То есть, это коллекции каталога, которые создаются автоматически. Вы на них никак повлиять не можете. Да, то есть, это, например, все изображения, all images, recent imports, да, то есть, последние импорты. То есть, я сделал три импорта, и вот они у меня все три вот так по очереди идут. Recent captures, то есть, последние съемки в компьютер. Да, вот если бы я сейчас снимал в компьютер, они у меня также здесь по очереди появлялись. И Trash, это корзина. Дальше мы, давайте пока User Collections пропустим, переходим к следующей очень важной вещи. Это folders. Folders показывает, где у вас лежат оригинальные RAW-файлы. То есть, вот здесь я вижу, что у меня шесть RAW-файлов лежат внутри каталога. Помните, это самый первый импорт, который я делал. Я шесть RAW-файлов внутри каталога импортировал. А дальше у меня по вот этому пути лежат четыре RAW-файла. И по вот этому пути у меня лежат шесть файлов. То есть, я вижу, где у меня лежат RAW-файлы. При этом я могу без проблем взять и любой файлик физически перенести, например, RAW-файл, перенести из каталога на жесткий диск. Вот если, например, я выберу Show in Finder, показать в Finder. Вот у меня, где у меня? Вот этот медведь здесь появился. То есть, я прямо взял, физически перенес. То есть, вот здесь идет работа с физическими файлами. И также я могу назад взять и его перенести внутри каталога. В любой момент. Вот теперь у меня внутри каталога. При этом, что важно знать про вот эти физические файлы? Во-первых, первое это то, что есть способ импорта фотографий без нажатия кнопочки импорта. То есть, как я сейчас делал, файл импорт. Я импортировал. Но есть и другой способ. Способ заключается в том, что вот у вас, например, папочка, которую вы добавили. Где у нас? Вот она. И здесь, на самом деле, видите, намного больше файлов, чем я импортировал. Не 4, а их тут 7. Вроде бы. Что я могу сделать? Я могу правую кнопку мыши кликнуть и нажать. Синхронизовать. Синхронайз. И мне скажут, что 3 новых файла будут импортированы. Оп. Все, они импортировались. И если, например, я теперь какие-то файлы удалю. Пока удалять не буду, я просто перемещу их вот так. Нажму. Синхронайз. И он мне скажет, что 2 будут удалены из каталога. Все, мы их убрали из каталога. И если я теперь снова их сюда добавлю, то еще раз нажму. Синхронайз. Он снова их импортирует. То есть, это вот такой способ импорта без вот этого окошка импорта. Просто синхронизация количества файлов в папках. Теперь самое интересное. Что, когда вы работаете с каталогом. Вот видите, я, например, туда импортировал 6 файлов. А у меня он уже весит 156 мегабайт. У меня вообще файлы довольно маленькие. И когда вы храните файлы вне каталога, есть одна очень важная вещь. Вот видите, тут горят вот такие зеленые лампочки. Что они означают? Они означают, что этот жесткий диск доступен. То есть, RAW файлы доступны. А что будет, например, если я возьму вот эту папочку и представим, что я как бы или отключил жесткий диск, или удалил их, или перенес куда-нибудь. Вот я возьму сейчас, перенесу. Возьму и вот сюда перенесу. Что в этот момент произошло? Во-первых, у меня, видите, появился вот слицательный знак. И на фотографиях появилась надпись «Оффлайн». То есть, по-русски это будет недоступно. Что это означает? Это означает, что RAW файлы этих фотографий, их настройки, обработки, их превьюшка, их кэш хранится внутри каталога. Но RAW файл недоступен. И при этом, что очень хорошо, вы можете работать с этими файлами. Вы можете делать их обработку до определенной степени. Там нельзя делать некоторые сложные вещи со слоями, некоторые сложные вещи с цветом. Но в целом все основные вещи вам абсолютно доступны. То есть, каталогизация, обработка цвета, экспозиции, кривые. В принципе, практически все здесь вам будет доступно. А как сделать так, чтобы эти файлы вернулись назад? Чтобы они снова подхватились? А, да, собственно, самое главное, извините, не сказал. Можно делать все, кроме сложной обработки. Но самое главное, что нельзя делать, вы не можете конвертировать. То есть, когда файл офлайн, то есть он недоступен, конвертация в Fitchpack, в TIFF, в другие форматы невозможна. Вы можете работать с этим фотографиям, делать почти всю обработку, но не конвертацию. И теперь, как сделать так, чтобы эти файлы снова подхватились? Есть два способа. Ну, во-первых, вы можете просто вернуть файл. То есть, где они были, я взял, сюда перенес. Все, моментально программа тут же подхватила. Все, офлайн больше нет надписи. Все, можно конвертировать. Что, если так получилось, что вы куда-то целенаправленно перенесли, и вы просто хотите теперь программе задать новый путь? А вот я перенес. И теперь я просто говорю, что правый щелчок мыши, locate, найти. И указывайте, где теперь лежит у нас этот файлик. Сейчас мы найдем, а где у нас он лежит? Вот, он вот тут лежит. Теперь мы указываем, что он у нас теперь вот здесь. Все, я указал. Все так же подхватилось. То есть, вам нужно или вернуть файл, где был. Ну, например, вы отключили внешний жесткий диск, подключили его. Или, например, просто указали, где теперь лежит этот файлик. Давайте его, кстати, перенесем, а то еще забуду, а он нужный. Вот. Это то, что касается работы с физическими файлами. Теперь, такая последняя заключительная вещь касательно каталога, это, собственно, виртуальная каталогизация. Это то, ради чего вообще люди, в принципе, создают каталоги. Ради того, чтобы очень удобно делать такие виртуальные штуки. То есть, да, вы, конечно, можете тут просто открывать папочки с файлами, но это не ради того, не то, ради чего люди создают каталоги. Фотографы используют каталоги, чтобы вы можете удобно каталогизировать фотографии. Для этого в каталоге есть четыре инструмента. Альбомы, умные альбомы, проекты и группы. То есть, важно сказать, что фотографии хранятся только в альбомах или умных альбомах. А проекты и группы – это такое чисто большее визуальное разделение. Давайте посмотрим, как это работает. Вот группа, я еще ее называю папка, потому что у нее, вы видите, иконка папки, это чисто виртуальное визуальное разделение. Оно не несет никакой практической пользы, особенностей, просто для удобства. Например, представьте путешествие. Например, вот так. Видите, такая папочка путешествия. Вот в нее нельзя сложить фотографии. Если вы хотите сложить фотографии, вам нужно внутри нее создать альбом. Но перед тем, как я создам альбом, я пока сейчас создам еще одну группу. Зову, например, «Семья». Вот это для чего нужны папочки, чтобы так как-то идейно разграничить ваш каталог. А внутри я создам проект. Например, я создам проект, скажем, «Америка. Путешествия». Создам проект «Европа», например. Ну, разные проекты. А в «Семья» я, например, создам проект «Выпускной» 2018. Создам проект, который назову, например, «Турпоход». Что теперь... Вот зачем я создал эти проекты? Зачем они нужны? Вот у проектов есть свой практический смысл. Чтобы его понять, давайте создадим «Альбомы» и «Умные альбомы». Альбомы – это вещь, где у вас, собственно, хранятся фотографии. Но обычно альбомы наполняются вручную. То есть, я, например, могу создать альбом, который назову «Все фотографии». И вот я его поместил в «Проекте Америка». То есть, тут я храню все свои американские фотографии. Возьмем любые кадры, взял их, перенес сюда. Вот они у меня теперь тут лежат. Это совершенно виртуальный перенос. Ничего там физически не копируется. Место больше ничего не занимает. Просто вот такое виртуальное действие. А для чего нужны смарт-альбомы, «Умные альбомы»? Они нужны для того, чтобы автоматически их наполнять фотографиями. Например, я создам новый смарт-альбом, который назову... Так и назову, например, «Лучшие кадры». И я создам критерии, как тут появляются фотографии. Например, это появляются кадры, у которых рейтинг равен пяти звездам. Вот такой простой критерий. И что интересно, зачем, собственно, я создал это все в проекте? Дело в том, что у проекта неспроста иконочка вот такой коробочки. Это, представьте, как коробочка, куда вы складываете вещи и закрываете крышечкой. Очень похожа эта иконка. И дело в том, что когда «Умный альбом» находится внутри проекта, он работает только с фотографиями, которые есть внутри этого проекта. То есть, только с теми альбомами, с фотографиями, которые есть внутри этого проекта. Если я вот тут поставлю сейчас рейтинг пяти звезд вот этому кадру, вот он сразу у меня здесь появился. Если я вот этому кадру поставлю рейтинг пяти звезд, он сразу у меня тоже здесь появляется. То есть, это автоматически такой наполняемый объект. А что будет, если я его вынесу просто вот так вот сюда? Он начнет работать со всем каталогом. То есть, например, я начну другим кадром ставить пять звезд. И они все тут же у меня здесь появляются. Переношу внутрь проекта только те фотографии с проекта. Я выношу назад все кадры из всего каталога. В этом смысл проектов. У них есть совершенно конкретный практический смысл ограничивать действия «Умных альбомов». И это очень удобно, потому что «Умные альбомы» у вас там может быть совершенно мириады вариантов, как вы будете их использовать. Лучшие кадры, кадры для печати. Вы можете задавать критерии, по которым будут создаваться «Умные альбомы». Любые вообще критерии. Дата, время, когда файл был снят, экзив данный, где он был снят. Все-все-все, все что угодно. Ключевые слова, все что угодно. То есть, тут вопрос вашей фантазии. Кроме этого, если вам не нужны, например, такие сложные вещи, то есть простая система фильтрации. Например, просто «Покажи мне кадры все пятизвездочные». Вот он показывает. «Все без рейтинга». «Все, например, с желтой меткой». Вот так он, собственно, все фильтрует. При этом есть такой интересный фильтр. То есть, например, если я сжимаю «Альт» и говорю «Покажи мне все фотографии пятизвездочные и с желтой меткой». И по умолчанию он показывает только те кадры, которые и пятизвездочные, вот у него рейтинг пять звезд этого файла, и желтая метка. Если я вот «Альт» зажимал и вот так нажал, оба критерия. Но если я пойду сюда в настройки, и видите, тут есть такая опция «Results match all criteria». То есть, результаты должны соответствовать всем критериям. Если я ее отключаю, то мне показывают все фотографии, у которых есть рейтинг или пять звезд, или цветная метка. То есть, это такая просто быстрая фильтрация. Это вот совсем такие базовые вещи про каталог. Я специально сейчас сильно не углубляюсь, потому что у нас есть еще несколько важных таких подтем, которые мы сейчас изучим. Но вот это пока то, что я хочу, чтобы вы поняли, и с чем я хочу, чтобы вы дома поработали. Давайте я посмотрю, что у нас с вопросами. Так, Дмитрий спрашивает. А если слить в одну папку RAW из двух или более предыдущих? Можно ли также слить и настройки, сделанные ранее для этих файлов? Ну, в принципе, вы можете, вот видите, у вас вот тут файлики, да, идут в папочку. В принципе, если вы просто их вот сюда, ну, скопируете, да, вот так вручную, то вы получите нужный вам результат, то есть, они подхватятся. Но я бы проще предложил вам сделать, и это как раз тот вот сейчас, как раз ту тему, которую я хотел затронуть. Это как можно экспортировать файлы, и не в плане там вот шпек, в тиф, а именно экспортировать RAW файлы из каталога и сессии. Как это работает? И вы просто сейчас поймете, почему это с вашим вопросом связано. Смотрите, и из каталога и сессии файлы можно импортировать двумя способами. Значит, в принципе, способ один, просто в двумя форматами. Значит, вы выбираете файл, экспорт, имиджес, оригиналы. Вы это нажимаете, и тут вы выбираете, куда вы экспортируете RAW файлы. Вот если вы выберете, например, там папочка, куда вы хотите экспортировать, ну, например, просто вот сюда. Я нажимаю экспорт, и так, где у меня он? Так, 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 вот у меня экспортировался вот этот один файлик. Он экспортируется без настроек, потому что я не поставил, чтобы настройки сохранились. Давайте попробуем, например, перевод отсюда удалить, и сделаем какие-нибудь настройки, и экспортируем с настройками. Export images, originals, include adjustments, да, то есть включить настройки. Я его экспортирую. И вот он у меня появился снова, и теперь рядом появилась папочка Capture One. Но, как вы верно заметили, когда у вас много разных файлов как бы сливаются, не очень-то удобно вот эти настройки, да, как-то менеджерить их. Поэтому в Capture One есть такой, и причем вот этот способ, это также работает в сессии, да. То есть вот если я вот сейчас возьму файл, экспорт, originals, да, то есть то же самое, все то же самое. И вот чтобы как бы лучше управлять вот этими всеми настройками, в Capture One есть такой специальный формат, называется EIP. EIP, это формат, который создали сами разработчики Capture One, чтобы хранить в одном файлике и RAW файл, и все его настройки обработки, и вообще все-все-все другое, включая, например, там ICC профили, если они какие-то кастомные создавались для этого кадра. Да, то есть если вы, например, создали какой-то свой собственный цветовой профиль камеры, использовали его на этой фотографии, то он будет сохранен в EIP. Что такое, как это делается? EIP создается также через меню экспорта, давайте там, и в каталоге сессии, да. Файл, экспорт имиджес, originals, и вот тут ставите галочку Pack as EIP. Я замечал, что в некоторых русских версиях, причем это реально не во всех, это такой чистый баг, у вас может быть не быть этой надписи EIP здесь, но просто вот поверьте, вот первая строчка, это то, что вам нужно. Ставите галочку, нажимаете Export Originals, и вот у нас появился файлик EIP. Теперь вы можете его просто открывать, тоже импортировать, с ним работать. Вы можете его как бы назад разархивировать, потому что, по сути, это обычный ZIP-архив, просто замаскированный, но если я сейчас изменю на .zip, это станет обычным ZIP-файлом, ZIP-архивом обычным. То есть, это такая довольно простая тема. И, в принципе, этот EIP-файл вы можете без проблем открывать и что-либо делать. И вот, отвечая вот так больше на ваш вопрос, да, то есть, как бы, как мне лучше всем управляться. Ну, смотрите, вот у меня раз EIP-файлик, да, я его взял куда-нибудь, там, вот я хочу собрать в какую-нибудь папку, давайте так, просто вот создам папку. Раз сюда один EIP-файлик. Сейчас мы еще всяких EIP-файлов возьмем тоже. Сейчас. Вот, они у меня сейчас сюда все, вот EIP-попадали. Я беру, все сюда скопирую, и вот у меня в одной папочке здесь разные EIP. Единственное, я, по-моему, тот случайно первый заменил. Ну, ладно, не суть важна. Ну, в общем, суть в том, что вы теперь берете, и эти EIP-файлы можете открыть. Их вы можете или импортировать в каталог, без проблем, или же вы можете их просто открыть в сессии. Например, в сессии я могу просто взять и перетащить их вот так, да, также открыть. Вы можете работать с EIP-файлами, это просто чуть больше нагрузку на вашу систему потребует. Но вы можете их также распаковать. Распаковать их в режиме сессии элементарно. Выделяете там все ваши файлы, правый швачок мыши, и вы выбираете Unpack EIP, распаковать EIP. Все, и теперь посмотрите, это обычные RAW-файлики с папочкой Capture One. Вот так это, пожалуй, самый такой простой способ собрать настройки. Ну и в целом EIP-это важная штука, вам обязательно нужно разобраться, как это работает, потому что, во-первых, это очень удобно в жизни, а во-вторых, у вас будет одно из домашних заданий, непосредственно связано с присыланием мне EIP-файла. Не EIP-файла, а именно EIP-файла, но мы об этом еще поговорим. Поэтому просто запомните, что файл, Export Images, и в сессии, в каталоге это можно делать, Originals запаковываем как EIP. Или же, если вы хотите файлы снова в другой передать, можно не запаковывать, а просто включить галочку Include Adjustments и потом импортировать с этими настройками. Тоже вариант. И пойдемте дальше, еще несколько есть у нас тем, у нас уже время занятий подходит к концу. Первое занятие обычно чуточку дольше выходит, но стараюсь со мной сильно за рамки не выбираться. Значит, давайте так еще про несколько важных тем отметим. Во-первых, я вам все обещал рассказать про бэкап каталога. Вот, значит, файл, бэкап каталог. То есть, вы можете взять, забэкапить этот каталог в любой момент. Я вам очень люблю регулярно делать резервные копии бэкапа вашего каталога. Вы можете в любой момент Restore Catalog, то есть, из бэкапа восстановить каталог. Вы можете сделать Verify Catalog or Session. То есть, это как бы Verify, это проверить наличие сбоев. То есть, например, если у вас что-то случилось, типа там свет моргнул, компьютер перезагрузился, да, вот можно сделать Verify. Он может какие-то небольшие баги поправить этой процедурой. Есть еще опция Lock Catalog. Эта опция нужна в случае, если вы хотите разместить ваш каталог где-нибудь на сервере, и чтобы к нему доступ имело одновременно много людей. До пяти человек. При этом обрабатывать фотографии в таком режиме нельзя. Но пять человек смогут одновременно просматривать фотографии. Поэтому вам нужно поставить режим Lock Catalog. В таком режиме каталог нельзя будет редактировать в нем фотографии. Но вы сможете в файле каталога положить куда-нибудь на сервер. Пять человек смогут его открыть одновременно и с ним параллельно работать. Но обрабатывать фотографии они не смогут. Пока вы его не разлучите. Так. Дальше по таким еще важным темам. Обязательно хочу вам сказать про ключевые слова. Потому что, я думаю, для многих из вас это такая важная история. То есть, то, что у нас многие из вас используют, я думаю, ключевые слова в работе. Особенно, кто больше с фотобанками работает. Как ключевые слова работают в Capture One? Есть два инструмента. Первый называется Keywords. Ключевые слова. А второй Keyword Library. То есть, это библиотека ключевых слов. Разница в том, что Keywords это инструмент, который показывает ключевые слова, которые есть конкретно у выбранной фотографии. А Keyword Library это вообще все библиотеки ключевых слов, которые у вас есть. По умолчанию у вас их, собственно, нет. Их нужно создавать. Единственная библиотека, которая у вас есть по умолчанию, это у каждого каталога. Это своя библиотека Catalog Keywords. И у каждой сессии своя библиотека Session Keywords. Это означает, что в этой библиотеке хранятся ключевые слова, которые подходят только конкретной сессии или только конкретному каталогу. То есть, например, если я вот здесь сейчас создам какое-нибудь ключевое слово, например, медведь. Вот он у меня здесь появился. Если я хочу назначить это слово фотография, я просто кликаю. Все, оно назначилось. Я могу выбрать группу файлов, нажать медведь, а у них у всех появится ключевое слово медведь. Но, если я сейчас переключусь, например, на каталог, то этой библиотеки не будет. В то же самое время, если я создам новую библиотеку, Create Keyword Library New, и создам ее, например, назову просто там Люди, например, и здесь создам, скажем, там девушка, и там, например, ребенок, да, ключевые слова, скажем, семья, что угодно. И вот все библиотеки, кроме той библиотеки, которая принадлежит конкретной сессии или каталогу, они все общие. То есть, если я вот сейчас зайду, например, в сессию или в каталог, или куда угодно, я увижу, что у меня тут же есть уже это. Если я создам новую, тут любую новую, да, то, то, что там, не знаю, там, пейзажи, то, соответственно, и там небо, да, все что угодно, любые какие-нибудь ключевые слова, в этом море, то, опять-таки, я посмотрю, пейзажи здесь сразу автоматически появились. То есть, все библиотеки ключевых слов, они синхронизуются между всеми каталогами и сессиями за исключением той библиотеки ключевых слов, которая есть уникальная у каждой сессии, у каждого каталога. Своя. Catalog Keywords она называется у каталогов, а у сессии Session Keywords. То есть, ключевые слова конкретно этой сессии. И теперь, собственно, дальше очень легко просто назначаете, да, то есть, там, открываете нужные вам фотографии, да, там, идете по вашим ключевым словам, можно, там, выделяясь из группы, например, там, тут, например, ну, вряд ли тут, ну, вот, например, там, девушка здесь есть, да, там, здесь у нас есть и море, и небо, да, и вот так вы просто назначаете, собственно, ключевые слова. Видите, файл, кстати, оффлайн, вы можете прекрасно назначать ключевые слова. При этом вы можете делать иерархию ключевых слов. Например, скажем, разумно сделать, скажем, для, ну, например, скажем, семья. Нет, ну, давайте так, давайте вот просто, чтобы более наглядно, я вам покажу, я создам библиотеку, я зову ее, например, путешествия. Да, допустим. И вот тут я создам кейворд, который назову, например, Европа. Да? И вот если я хочу создать, как бы, ключевое слово ниже по иерархии, я могу сделать это или вот тут, введя просто, скажем, Европа, потом поставлю вот такую стрелочку и назову, например, Франция. Извините, пожалуйста. Я, я вот сейчас просто немножко просто уже под уставшиком занятия, немножко я тормозил. Я просто, конечно, создавал все эти ключевые слова, но просто в Catalog Keywords разделе, поэтому они не были видны. Если бы, конечно, я создавал их, ну, как бы вот здесь, да, то все было бы так, да, то есть вам просто нужно, еще раз, да, если вы хотите создать под ключевое слово, вы можете это написать, да, там, одно слово, потом, кстати, вот такую стрелочку, другое слово, да, и оно у нас вот такое, соответственно, создается. Но есть и проще варианты. Вы можете создать правый щелчок мыши Create Keyword Child, например, Европа, Франция, да, а у Франции вы можете Child создать, то есть под ключевое слово, например, Париж. Да, и зачем это нужно? Это нужно, чтобы вы, например, куда-нибудь поехали. И если, например, вы приехали в Париж, вы просто кликаете по слову Париж, а добавляется три сразу ключевых слова. Европа, Франция, Париж. Собственно, все. В этом смысл иерархии ключевых слов, что просто вам это экономит время. И можно вообще переносить даже просто, например, взять, там, Париж вот так вынести сюда, или семью добавить там в Францию, да, допустим, вы можете еще просто и переносить все ключевые слова вот таким образом. То есть, или можете сразу писать так, да, то есть вы можете, там, например, семья, ставите вот такую стрелочку, там, дети, да, и вот сразу все, у вас появляется вот такое подключевое слово. Надеюсь, тут понятно, но опять-таки просто дома тоже еще с этим поэкспериментируйте. Что очень удобно, что, во-первых, вы можете создавать новые ключевые, библиотеки ключевых слов из текстовых файлов, из Mediapro словаря и из других сессий и каталогов. А также вы можете экспортировать библиотеки. Например, вот я создал вот эту путешествие библиотеку. Я могу ее взять просто экспорт Keyword Library, да, куда-нибудь, например, вот сюда. Путешествие. Вот оно у меня в текстовый файлик вот так экспортируется и иерархию тоже сохраняет. Вот, это то, что касается ключевых слов. И у нас есть еще очень-очень много других тем, связанных с этим, но просто сегодня я не хочу вас перегружать, потому что мне кажется, это и так, для первого занятия достаточно информации. Итак, какой у нас план дальше? Значит, смотрите, у нас следующее занятие в четверг. Соответственно, вы доходите в расписание. Четверг. Что вам нужно делать в четвергу? Значит, открывайте все ресурсы. Во-первых, у вас есть домашняя работа по теории. По практике у вас сегодня нету. Будет со следующим занятием. Значит, до 7 марта, до 19.00, вам нужно сдать вот этот письменный тест. Он довольно, на самом деле, простой. Ну, как простой. Все, кто были на занятии, на него ответят. Но в то же самое время эти вопросы приближены к тому, на который вы отвечаете, например, на тесте Phase 1 Certified Professional. Там они более такие заковыристые, но мой опыт показывает, что если я сделаю вам такие же заковыристые вопросы, как там, ну, то многие из вас останутся этим недовольны, поверьте. Потому что только как бы в общем мы это уже проходили, поэтому вот эти вопросы, они такие умеренно простые, умеренно сложные. вам нужно его начать сдать до 19.00. Что происходит, если, например, вы его не сдаёте? Да, то есть вы там заболели в командировке, работа, нет времени, а все домашние работы можно доздавать. То есть, вот как курс, можно его в течение курса доздавать, как курс закончится, и у вас будет целая неделя ещё, чтобы доздать. но система автоматически выпишет вам штраф. И, ну, тут, к сожалению, я уже ничего не поделаю. Но, опять-таки, практика показывает, что те, кто старательно всё делают, даже со штрафами, в принципе, обычно получают сертификаты. Потому что у меня не какой-то драконовский такой курс. Я хочу просто понять, чтобы вы реально всё поняли. Это моя главная задача. Ну, и к следующему занятию уже будем там и про материалы говорить дополнительно, и всё прочее. Давайте суммируем, что мы сегодня изучили. Мы изучили интерфейс. Мы разобрались, как работает программа. Мы разобрались, что можно всё настроить под себя, можно ключевые слова настроить под себя. Мы посмотрели, какие есть два варианта работы с файлами, в чём их самое главное отличие. Это где хранятся их настройки, на самом деле, обработки. Ну, и посмотрели такие основы работы с виртуальной каталогизацией, оффлайн-файлы, ключевые слова, вот эту всю историю. Дальше мы начнём такой раскручивать маховик и пойдём уже глубоко в дебри. То есть, на следующем занятии мы уже поговорим про съёмку в компьютер и про устранение оптических дефектов, а дальше слои, экспозиция, цвет. В общем, очень-очень много всего интересного. Я смотрю, вопросов у нас нет, но если что, у вас они появятся, обязательно просто пишите мне вот тут в разделе «Вопросы». Лично мне придёт вопрос, я на него отвечу тем или иным образом. В общем, надеюсь, вам понравилось наше первое занятие. Впереди будет намного ещё интереснее. Всех буду ждать, соответственно, в четверг также в 7 часов. Счастливо! Увидимся! Счастливо!